итак пока моя работа сохнет у меня осталось много краски и вот как и использовать дальше я решила вам показать немножко другую технику и также попробовать использовать силикон справа силикон раньше использовала капли сейчас хочу посмотреть как среагирует краски когда добавить силикон и вот буду я делать немножко другую технику то есть техника я буду наверно не все буквально один пшик вот и мы поскольку красок не так у меня много тем не менее вот так мы каплями какими-то можем делать вот белой краски у меня почти не осталось мне бы хотелось чтобы она как раз эти клеточки вылезли наверх дальше мы возьмем желтые опять же можно добавить немножко силикона много не надо и дальше это интересно вы знаете так как вот расслабление что-то пробуешь вот смотрите как интересно получается да можно оставить чуть-чуть краски чтобы добавить потом буквально пару капель дальше возьмем попробуем зеленую и буду добавлять зеленый силикон посмотрим как вам не обязательно каждую краску добавлять силикон потому что как бы все это эксперименты в принципе я даже не знаю хватит ли краски но попробуем хочу использовать всю краску ну что зачем я выбрасывать если можно вот что-то такое вот пробовать делать вот поэтому лучше попробовать делать вот у нас осталось зеленые можно добавить сюда чуть-чуть очень важно чтобы не было пузырьков больших хотя вы знаете им скажу тут как не пробу иногда вот не получается как хочется все равно какие-то пузырьки появляются поэтому это чисто говорится обычный эксперимент на этой картинке что я нарисовалась смотрю даже пузырьков нет слова вы чисто приятно и значит немножко черного я там его больше по краям вот потому что чтобы нас хорошо размазалась в таком виде уже картинка интересна сама по себе вот и я решила добавить немножечко красного цвета вот такого даже не красного вот потому что ну почему-то захотелось мне немножечко не просто зеленая разнообразить как цветущий сады вот что-то в этом виде вот вот такое у нас разнообразие в принципе если вот так играется красками можно вообще вот создать что-то такое без разлейки но поскольку у нас есть не заполненные поля я начинаю работать с красками сначала еду заполнить нужно края вот видите я работаю так чтобы заполнить края сейчас мы немножко сюда вот сюда можно тут поправлять вот потому что принципе все это потом она если нормально то зальется хорошо на сухой это густые получились краски потому что они стоят уже немножечко вот видите как интересно получается ну и мы смотрим например какая у нас зона получается интересной где можно еще поработать вот практически у нас все поле уже закрыто сейчас я использую немножечко горячий воздух чтобы открыть нижний вот видите у нас уже появляется круглые нужно понимать что нельзя использовать слишком горячий воздух потому что солью тут красиво смотрите как появляется здесь вот ведь когда я дую практически сразу сдувая краску если больше сильным поэтому я не хочу сильно сдувать краску и дальше мы можем еще поработать например если мы хотим снять вот дальше собственно говоря очень интересно получается такая вот комбинация цветов как видите вот очень интересная и кое-где у нас появляется вот эти опять же все зависит от того какой растворитель как растворитель реагирует силиконом и плюс как краска реагирует комбинация вот сейчас у нас вот тут нужно у нас немножечко прикрыть когда мы видим такие вот края мы можем поработать значит мы можем использовать краску для того чтобы прикрыть такие вот то есть если мы видим что то какие недоделки и в дальнейшем вот например что мы можем добавить в этой картине то что у нас где-то чего-то не хватает можно поработать немножко в этом поскольку краска уже была густая то есть сама среда уже постояла то естественно она уже не течет так как но я с одной стороны мне нравится потому что принципе пусть остается в таком виде и вот здесь например у нас много вот смотрите как здесь красиво вот переливы такие интересные до я могу дать попробовать дать пару капель посмотрим как среагирует опять же краска уже густая да такие мелкие капли не хочу давать крупные можно добавлять растворителя конечно вот и здесь я бы добавила например немножко зеленого вы вы знаете что принципе остановиться можете на любом этапе дело том что не обязательно не обязательно как бы продолжать то есть но прелесть этого вида искусства что вы можете фантазировать можете потом поправлять вы можете можете просто можно это делать пипеткой но поскольку краска густая я решила что я буду делать без пипетки вот самое интересное что когда вы завтра когда если я проснусь завтра утром здесь будет может быть совершенно другой эффект то есть могут открыться дополнительные элементы дополнительные так сказать вот эти но клеточки то что я добавила лавка краска делает эти краски очень густыми быстро высыпающими поэтому мне не хотелось как бы разбавлять и больше самое главное не переборщить с теплом так что вот принципе такая вот получилась картина видите из остатков краски целом я считаю это неплохо и завтра к утру когда это все высохнет мы можем получить еще ряд дополнительных элементов и вот фактически у меня две картинки вот это которая вам показывала технику вижу что довольно таки блестящая поверхность получается но это правда они еще влажные посмотрим как завтра но в целом интересные да совершенно разные ну во первых разная технология во вторых все таки ну как бы мы используем разные разные добавки вот ну интересно конечно контрастность вот это позволяет иметь нам такой вот необычный цвет вот пожалуй все на этом и если вам понравилось смотрите следующее видео